Вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. Как ты относишься к биохакингу? Авантюристы и мошенники. Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта до того, как он был массово популярен. Определить, вы находитесь в цифровой реальности или в физической невозможно. Вероятность, что мы уже живем в симуляции, достаточно высокая. Люди демонстрируют больше роботического поведения, чем боты. Мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Вот эта история приведет еще к большему количеству одиноких людей. Будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией кого-то? Можно ли подавать на развод? Останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Нам надо хорошенько обсудить о том, какое цифровое бессмертие нам действительно бы стоило себе отвоевать. Это проект Forbes Business Class при поддержке платформы для коммуникаций «Салют Джаз». И сегодня с нами на связи Дмитрий Волков. Герой нашего выпуска – Дмитрий Волков. Международный серийный предприниматель, инвестор и доктор философских наук. В 2019 году Волков вошел в список Forbes. Своё состояние в размере 750 миллионов долларов он заработал на индустрии дейтинга и инвестициях в IT-проекты, среди которых OpenAI, Shazam и Patreon. Волков – цифровой кочевник. Сейчас он живет между Дубаем, Италией, Францией и Латвией. Увлекается игрой на фортепиано. Пилотированием вертолетов. Посещает Burning Man и активно ведет социальные сети. Но одна из важнейших частей жизни Волкова – уже много лет аналитическая философия. Ее представители стремятся использовать логические и научные методы в изучении. Волков основал Центр исследования сознания при МГУ. Организовал экспедицию в Гренландию вместе со знаменитыми мыслителями со всего мира. А еще встречался с Далай-Ламой. Семь лет назад Волков запустил сериал на своем YouTube-канале «Неискусственный интеллект». В его основе лежит философская идея, что наша реальность – это симуляция. Мы интегрируем в ваш разум различные навыки. Приживутся они все и будут проявляться в течение первых 30-40 дней. По сюжету главный герой должен спасти мир, предотвратив появление сверхразума. Сериал рассказывает о трансгуманизме, проблеме искусственного интеллекта, свободе воли, полиамории и других современных идеях. Сегодня мы поговорим с Волковым на все эти сложные темы простым языком. Дмитрий, привет, рад тебя видеть. Да, взаимный привет. В этом интервью в меньшей степени хотелось бы поговорить с тобой о бизнесе и в большей философии. Но у меня есть одна просьба – постарайся рассказать меня не так, как будто бы перед тобой сидит первокурсник и вообще ничего не знает о философии. Конечно, с удовольствием. Тема, к которой ты уделяешь большое внимание – это трансгуманизм. Можешь простыми словами рассказать, что это такое и какие цели он преследует? Большинство трансгуманистов считает, что мы можем преодолеть смерть с помощью цифрового продолжения жизни, цифрового бессмертия. Ну вот яркие представители трансгуманизма из известных – это Рэй Курцвелл, это chief innovation officer Google, известный, он написал много книг, в частности, про сингулярность. Тот самый Бостром – это философ из Оксфорда. На самом деле Илон Маск, скорее всего, относится к трансгуманистам. Но вообще это люди, которые считают, что возможно преодолеть природные ограничения человечеству. Здесь есть два таких направления. Можно предположить, что один из вариантов – это символическое продолжение жизни, а другое продолжение – это реальное продолжение. Вот символическое – это, представьте, Пушкин, да, он памятник себе воздвиг нерукотворный. Пушкин себе обеспечил символическое бессмертие. И многие сейчас, в общем-то, все еще думают, что символическое бессмертие – это максимум, на что можно претендовать. В каком-то смысле продолжение жизни в детях, ну или с помощью воспоминаний детей, или в ценностях, которые передаешь детей – это тоже символическое бессмертие. Когда я говорю про трансгуманизм, я говорю не о символическом бессмертии, а о реальном бессмертии. О реальном бессмертии я подразумеваю то, что можно продолжить жизнь после биологической смерти на цифровом носителе. Что будет продолжаться? С моей точки зрения будет продолжаться самое основное, что является ядром личности – это его нарратив. Нарратив – это некая совокупность памяти и психологического портрета, психологических характеристик. Это, скорее всего, и есть то самое ценное, что мы ценим в бессмертии. Для нас важно, чтобы продолжил жить психотип и память. Это вот ключевые такие моменты. Вот наше физическое тело, оно постоянно умирает, ведь за год, за два ни одна клетка в твоем организме, в моем организме не остается той же самой. Ну, внешне мы очень сильно меняемся. Психологические характеристики или какие-то убеждения точно меняются. Но есть некое ядро психологическое и ядро памяти, которое продолжает нести нашу идентичность. И вот это ядро можно будет перенести на цифровые носители. И вот проект, которым я сейчас занимаюсь, он связан как раз с идеей цифрового бессмертия. Это вообще такая большая тема. Ведь вопрос смерти, наверное, самый центральный вопрос человечества. Он на заре появления человечества вообще был вот прям самым основным, самым главным, пожалуй, единственным большим вопросом, который волновал. Ну, не случайно фараоны строили всю свою жизнь пирамиды. И, ну вот, сейчас, не знаю, девушки просят там какой-то Луи Виттон или Кортье или Биркин. А раньше девушки просили нормальную себе мавзолею или склеп или пирамиду. Это был лучший подарок, который можно себе представить. И, в принципе, все самые мощные мифы, которые существуют, это мифы про то, что происходит после смерти. То есть вопрос о смерти – это центральный вопрос человечества. Ну, насколько я знаю, уже есть несколько проектов, где, по сути, появляется твоя цифровая копия после смерти. И, ну, условно, человек может поговорить с родными о чем-то, рассказать какие-то истории, которые заранее в него загрузили. Ну, то есть в эту сторону? Которые заранее загрузили. Вот тут очень много ограничений. Ну, вот ты согласен, что не все калькуляторы – это компьютеры. Но компьютер, на самом деле, в каком-то смысле калькулятор. Но он гораздо больше, чем калькулятор. Есть очень много нюансов, которые отличают просто существующие модели от того, что можно сделать и можно будет сделать. В том числе, вот ты говоришь заданные заранее какие-то ответы. Ну, интересно создать не того бота, который будет воспроизводить что-то из заданной уже в памяти, а который может продолжать точно так же мыслить, как ты мыслишь. В этом же и есть, в этом есть ценность. Важно, чтобы бот мог продолжать творить. Ну, условно, не очень интересно создать бота, который просто будет воспроизводить произведение Баха. Но интересно и, возможно, гораздо значимее создать бота, который будет создавать новые произведения Баха. Тебе не кажется, что когда трансгуманисты говорят о продолжении жизни, они не задумываются о том, что это так или иначе полностью перекроит общественный строй? Мне кажется, что трансгуманизм или создание следующего поколения цифровых людей – это что-то, что, во-первых, является нашим выбором, и мы можем выбрать это сделать или выбрать это не делать. А, во-вторых, это и есть преодоление собственных ограничений и собственного функционала. Другое дело, что возникло очень много вопросов. Эти вопросы относительно того, там, окей, ну, если мы сделаем цифровую копию меня, например, кто будет мужем моей жены, будет ли у нее два мужа, а как будет разделена квартира, если квартира… Вот я продолжаю жить как цифровая копия, а у меня много детей, и должна… Ну, то есть, тут вопросов о том, как вести себя… А вот будет ли это измена, если ты изменил с цифровой копией кого-то, будет ли это измена, можно ли подавать на развод? То есть, вопросов, которые возникнут в этой ситуации. А вот, если автопилот машины свершит какое-то наезд на другого человека, и будет ли это преступлением кого? Это будет преступление изготовителя машины или пассажира, а если пассажир настроил, сделал настройки своей машины? Ну, то есть, вопросов этических в связи с ботами и в связи с искусственным интеллектом возникнет очень много. И, как я сказал, один из основных вопросов, там еще более больших, это вопрос, ну вообще, а останутся ли тогда биологические люди вообще? Вот это будет самый, наверное, большой вопрос. Вот, но по сути, это логическое продолжение того, кем мы являемся. Как вы могли заметить, это уже четвертое интервью, которое мы проводим онлайн. И за это время меня уже неоднократно спрашивали, как нам удается получить такое хорошее качество картинки и звука по видеосвязям. Все это благодаря AI-платформе для коммуникаций Salute Jazz, нашему надежному партнеру в деловых коммуникациях. Однако отличное качество – это далеко не все преимущества сервиса. Например, эти материалы на сайте Forbes были тоже написаны с помощью Salute Jazz. Как? Все дело в том, что у платформы есть функции на базе искусственного интеллекта, которые значительно помогают упростить и ускорить коммуникации, в том числе работу редакции Forbes Business Class. Например, нам, журналистам, часто сначала приходится расшифровывать интервью, а после писать по ним тексты на сайтах в соцсети. В Salute Jazz, благодаря речевым технологиям платформы Salute Speech, встроена текстовая расшифровка звонков. Казалось бы, уже круто получить полный текст со всем, что было сказано по итогу звонка. Но команда пошла дальше, и одной из первых на российском рынке интегрировал сервис к нейросетью Gigachat. Именно она позволяет получать автоматическую суммуризацию встречи. Вы нажимаете всего одну кнопку, а сервис автоматически формирует информативную выжимку видеозвонка, собрав ключевые тезисы вашего разговора. Salute Jazz идеально подойдет для интервью, встреч с партнерами, совещаний с коллегами, презентации и обучения. Выбирая для общения Salute Jazz, вы можете сконцентрироваться на общении, а рутину делегировать искусственному интеллекту. В своей книге, Перевин наверняка то я читал, рассказывает, что наступило будущее, в котором трансгуманизм победил. И вот там как раз он рассказывает о том, что все суперхорошо у богатых, а у бедных нет ничего, они обслуживают их интересы. И вот кажется, что в моем личном понимании трансгуманизм может к этому привести. Что у тех, у кого есть деньги на то, чтобы продлевать себе жизнь, делать ее, не знаю, в последующем, создавать себе цифровые копии, которые также развиваются, как ты развивался, это гуд. А у тех, у кого нет денег, они будут условно обслуживать их интересы. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что вероятность, конечно, есть, но не всегда, когда мужчина умный, он еще и красивый. Вот умный и красивый не всегда сочетается, так же, как трансгуманизм не всегда сочетается с экономическим неравноправием или, наоборот, ухудшением условий жизни большинства населения. То есть это один из сценариев, который там тоже нужно рассматривать. Дело в том, что когда появились компьютеры, они тоже создали пропасть между людьми, у которых был к ним доступ, у тех, у кого доступа не было. Но если мы делаем фастфор вот сейчас на 30-40 лет вперед, то мы увидим, что сейчас доступ к компьютерам появился у всех. Точно так же, когда появились самолеты, путешествие с самолетами было очень достоянием маленького количества людей, дорогое все. Сейчас на самолеты билет в Европу 49 долларов, 49 евро стоит он из одной страны в другую. Это стало очень доступным. Ну, то есть в целом цифровые мощности становятся все более и более доступными. И нет основания предполагать, что нам нужно будет делить какие-то ресурсы. Дело в том, что возможно, что самые основные ресурсы будут бесконечные. То есть, может быть, какие-то вещи, ну, например, яйца Фаберже будут принадлежать только очень небольшому количеству олигархов или капиталистов, бизнесменов, тайкунов таких. Ну, может, это не так важно, что эти яйца Фаберже будут все-таки только у нескольких людей. Ну, пусть будут у нескольких людей. А цифровое бессмертие выглядит как достаточно дешевый товар. Я думаю, что сейчас, например, рах является действительно огромной проблемой, и у людей, у которых есть больше средств, больше шансов выживания. Потому что медицина, физическая медицина, это очень дорогостоящая штука. Поэтому, когда я говорю трансгуманизм, да, наверняка биохакинг и способность продлевать жизнь органической материи, оно, наверное, тоже это один из вариантов преодолеть ограничение нашего вида, нашего homo sapiens вида. Может быть, да, физическую реальность и физическое тело сделать дорого. Тебе нужно массу всего продумать. А цифровая реальность – это дешево. Почему дешево? Потому что тебе необходимо прорисовывать только то, что находится в фокусе внимания. Тебе нет необходимости поддерживать. Ну, вот я сейчас не смотрю за спину, да, у меня там наверняка стена и какие-то там космонавты или еще что-то. Но цифровая реальность не обязана поддерживать всю детализацию тех частей реальности, которая не нужна сейчас никому. А вот представляешь, чтобы поддерживать внешний физический мир, необходимо все время учитывать все состояния всех атомов, которые никто в этот момент не смотрит. На нафиг нужно. Короче говоря, цифровое бессмертие гораздо дешевле, чем бессмертие в виде киберг каких-то существ или enhanced улучшенных моделей органических существ. Как ты считаешь, есть ли допустимые пределы кибергизации мозга? Ну, мне кажется, что в какой-то момент органическая часть будет бесполезна. Знаешь, что сейчас есть классные эксперименты. Себе в руку один из художников встроил ухо. Вот есть биотехнологии, когда, знаешь, не знаешь, вот тоже один из художников сделал светящегося зайца. Вмонтировали в его генотип ген, отвечающий за свечение у медуз, по-моему. И появился вот такой цветной светящийся в темноте кролик. Там ведь народ из Гринписа сразу стали возмущаться, что что-то сделали с кроликом не то. Вот. Это любопытно все. То есть, такие эксперименты возможны. Я думаю, что в ближайшее время что будет? Ну, во-первых, будет персонализированная медицина, подстроенная под конкретные особенности человека. Затем будут точно какие-то устройства, которые будут позволять протезы разного рода. Уже есть, понятно, руки, ноги. Наверняка можно будет делать практически все органы протезировать. Уверен, что можно будет протезировать мозг хотя бы частично. Уже есть эксперименты со зрением, с аудиовосприятием. В какой-то момент и мыслительная память будет расширяться с помощью чипов. Но я думаю, что в итоге органическая материя, она просто... Эволюция, когда что-то создает, она создает это вслепую, она пробует. Вот разница между эволюцией сегодня и эволюцией, которая происходила в течение пяти миллиардов лет с момента создания жизни, то, что мы все-таки создаем что-то, имея сначально гипотезы. Вот эволюция не имеет никаких гипотез. Она просто пробует... Вот так, 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 так. И получается разное. Иногда получается что-то успешное, тогда то, что получилось успешное, выживает и распространяется. Вот такая логика эволюции. Но это очень медный процесс. Если мы посмотрим, как развивался человеческий тип за два миллиарда лет... Вот изобрели сначала вот эти ножи или ударные какие-то инструменты, прошло два миллиарда лет, и эти инструменты примерно таким же остались. Вот так шла эволюция. И вот так развивается биологическая эволюция. Она очень медленно развивается. А сейчас возможности появились эволюции, люди способны, научились с помощью языка изначально, с помощью письменности, генерировать гипотезы и уже гипотезы проверять. Это гораздо более быстрый способ экспериментирования. Поэтому здесь перспектива и быстрее, и больше. Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его? Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было иногда встречаться с людьми, которые приезжают после АйАСКО, говорят, «Вот там и в Амазоне такую штуку я теперь видел, что реальность вообще такая». Я говорю, в смысле такая? «Ну вот, на самом деле за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле ненастоящий, на нем там что-то еще». И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди, я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. Графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылой. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление. И то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывает наши переживания и контролирует. Поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, других нейротранспитеров определяет все наши состояния. Можно увидеть все, что хочешь, а вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции, возможно, не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит. Как ты относишься к биохакингу? Я мало во что-то верю. Я верю в доказательную медицину. Поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать. Потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. То есть регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон. Какие-то вещи, которые являются очень базовыми. Но по мне гораздо больше могут принести пользу, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал. Которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну или просто люди, которые экспериментируют. Ну классно, но они экспериментируют на каком-то другом. Ты бы хотел жить вечно? Есть такая задача? Один из вариантов нет. Помнишь день сурка? Как должна выглядеть вечная жизнь? Я не знаю. Я сказал, что цифровое бессмертие становится большей реальностью, чем было раньше. Можно, наверное, обеспечить себе не только символическое, но и реальное бессмертие. Может быть, за нашу жизнь действительно такая альтернатива появится. Не факт, что это хорошо. Одна из проблем это то, что ценность мгновения, она будет потеряна. И ценность отношений будет потеряна. Потому что отношения ценны, потому что они имеют какую-то границу. Мой знакомый Фишер написал книгу о бессмертии вообще и пытался представить философские взгляды на плюсы и минусы бесконечной жизни. Вопрос в бесконечной жизни это что? Бесконечное наращивание знаний? Вот мне, например, интересно узнавать. Если у тебя бесконечная жизнь, совмещенная с бесконечным интеллектом, то я вообще не знаю, что это за существование. Представить себя, жить Богом, мне кажется, какая-то жуткая тоска. Просто кошмар какой-то. То есть ты знаешь все, что будет, вообще все знаешь. И ничего не меняется. По-моему, это звездка. Короче говоря, по поводу бессмертия нужно подумать, какое именно бессмертие. Это реально философский вопрос. Ты знаешь, большинство трансгуманистов отрицают ценность смерти. Хотя, по моему личному мнению, смерть это такой достаточно важный мотиватор. Вокруг смерти все и вертится. Есть ограниченный срок службы или, если хочешь, срок годности, на который тебе так или иначе приходится постоянно оглядываться. И за счет этого и появляются какие-то ценностные истории. Я думаю, если представить альтернативу бесконечного огня, когда тебя несколько дьяволов или чертей варят в котле, и это происходит бесконечно, то точно конечная жизнь по сравнению с этой альтернативой, мне кажется, бесконечно лучше. Как я сказал, я могу нарисовать себе какие-то картины будущего бесконечного, которые мне кажутся сейчас привлекательными. Это точно не с чертями, не с котлами. И, возможно, не с бесконечным количеством перерождения, если я превращался то в цветочек, то в морковку, то ли в коровку. Все эти варианты мне тоже кажутся не очень веселыми. И такое бессмертие я, наверное, не хотел иметь. Ну так, если серьезно сказать, что мне кажется, что если бы бесконечная жизнь сопровождалась возможностью бесконечного творчества, а именно создание чего-то нового, и еще какое-то сопровождалось возможностью узнавать, получать сюрпризы, получать что-то неожиданное, я думаю, что, может быть, такая бесконечная жизнь не представляла бы для меня ценность, и она бы не снижала ценность, ну то есть это было бы лучше, чем смерть. Я думаю, что вот рассуждение о том, что смерть – это хорошо, она действительно хорошо в каких-то ситуациях, и еще она хорошо, потому что нам, мы вынуждены сейчас мириться со смертью как с чем-то наиболее вероятным. Поэтому нам как бы проще, нам нужно адаптироваться к ней, мы как-то вот больше расположены к тому, чтобы рассматривать какие-то, находить в ней плюсы. Если бы у нас реально была, если бы реальная альтернатива умирать или продолжать жить. Помнишь, вот в «Черном зеркале» был сериал про Сан-Пилигрима, по-моему, город? Смотрел «Черное зеркало»? Да. Там есть момент, где пожилые люди продолжают жить в каком-то городке, и это ретро-город, может быть, 70-е, 60-е, и вот они там встречаются, они выглядят как молодые, они там бесконечно. Но это тоже такой, это тоже тот вариант будущего, который после смерти, который мне не нравится. Есть еще классный вариант будущего тоже, я не помню, какой это был фильм про будущее, когда девушка умершего своего парня или мужа отправляет в какое-то место, которое является тоже местом хранения жизни ограниченных вот этих вот умерших людей, и он там тоже, что-то у него там какие-то возможности ограничены в связи с тем, что она не проплатила подписку или что-то вот такое, вот. Но такая тоже не очень, чтобы моя жена оплачивала там мое пребывание в раю, тоже звучит как-то не очень. В общем, короче говоря, нам надо хорошенько обсудить о том, какое цифровое бессмертие нам действительно бы стоило себе отвоевать. Хотел бы тебя спросить и задать вопрос про твой сериал. Я когда готовился к интервью, посмотрел все серии, вот как тебе кажется, мы живем в симуляции сейчас или это все иллюзия? Симуляция – это интересная гипотеза, ее, насколько я знаю, выдвинул такой человек, трансгуманист, философ, он просто предложил рассмотреть вероятность того, что наш мир – симуляция. Одна из вероятностей, что наш мир реально физический, а вторая вероятность, что он цифровой. Так вот, мы не можем по его представлению определить, в какой реальности мы находимся. Даже если мы находились сегодня в матрице, то мы не могли идентифицировать, что мы матрица. Тогда невозможно определить изнутри, из этой матрицы, в смысле невозможно с нашей позиции определить, это матрица или это физический мир. Тогда можно попробовать просто гипотетически представить, вот сделать физический мир дешевле, чем сделать цифровой. И он приходит к выводу тому, что в принципе сделать, создать цифровой мир было бы гораздо дешевле, чем создать полноценный физический мир. Тогда вероятность, что цифровых миров гораздо больше, чем физическая, и значит, что вероятность того, что мы находимся в цифровом мире, гораздо выше. Вот такой аргумент представил Ник Бостром. И его поддержали, известно, что Илон Маск озадачился этой проблемой и стал говорить о том, что действительно есть такая вероятность, по его мнению. Вот. Ну, я оцениваю, я разделяю представление о том, что определить, вы находитесь в цифровой реальности или в физической, невозможно. Мне кажется, что вероятность, что мы уже живем в симуляции, достаточно высокая. Но вообще, если честно, по большому счету, физическая или цифровая реальность, я не вижу никакого принципиального различия. То есть, даже если мы сейчас живем в цифровой реальности, мы видим, что законы, они регулярные. Ну, то есть, вот вы приходите домой, включаете свет, он включается. Вы садитесь в самолет, он обычно взлетает. В общем, мы видим надежные повторения прошлого и законов. Таким образом, если законы регулярные, они не нарушаются, как, знаешь, можно там в компьютерной игре, могли быть какие-нибудь там хак-коды, там что-нибудь хакнул и там сразу на 20-й уровень. Мы таких читы, да. Мы вот таких читов не видим. Фактически, физики с точностью предсказывают появление комет. Вчера, например, в Дубае было замечательное событие. Должна была прилететь комета Си-3, Си-3А-24, что-то. Она прилетает раз в 80 тысяч лет. И ученые предсказали с огромной точностью, что она будет пролетать близко. И вот мы вчера ездили в пустыню, пытались ее наблюдать. Но, к сожалению, в Дубае вообще облака бывают раз в 100 лет. Вот и вчера мы посмотрели на облака. В общем, комета мы не видели, но мы знали, что она точно есть. Короче говоря, это достаточно надежные предсказания. Хаков мы не видим. Мы видим, что реальность соблюдается. Вот в смысле регулярности в природе соблюдаются. Это значит, что реальная, в смысле физическая наша реальность или цифровая, в принципе, разницы нет. Читинга не будет. Ты можешь немножко рассказать для тех, кто не видел сериал, о чем он? И вот лично у меня сложилось впечатление, что это такая киберпанк-ирония, что ли, в стиле Матрицы с Терминатором. Я снимался в юности в кино, и мне, честно говоря, ностальгия наступила. Мне было... Я как-то размышляю, какая могла бы быть жизнь, если бы я не сделал это, это, это. И вот мне хотелось как-то вновь чуть-чуть ощутить себя героем фильма. Ну а еще сделать такой необычный семейный альбом. Поэтому получился сериал. Идея была создать мокюментари. Мокюментари – это смесь жанров художественного кино и документальной. То есть это фактически реальная жизнь, но у нее была предыстория, которая на самом деле была добавлена нами произвольно. Мы придумали, что вот в мир наш попадает человек из другой реальности. Наш мир – это симуляция, он попадает из какой-то протореальности. Его цель – найти искусственный интеллект. Ну, любопытно, да, самый парадокс в том, что он уже находится в цифровой реальности, где, в принципе, все люди – это уже цифровые агенты. Ну вот я попытался такой вот в этом фильме исследовать грани между чем-то реальным, то, что нам кажется очень ценным, то, что нам кажется особенным про людей, и механикой, машинами и так далее. Но в целом фильм отчасти, ну вот эта идея, она отчасти продиктована. Наверняка смотрел «Блэйдраннер», а еще интереснее сама книга Филиппа Дика. Хотят ли андроиды электроавец или что-то такое. Вот у Филиппа Дика есть как раз вот роман, на основе которого был снят «Блэйдраннер». И там очень много общих таких идей про… На самом деле, сущность человека про то, есть ли какие-то значительные отличия между роботами и людьми. И на самом деле в его интерпретации очень часто люди демонстрируют больше роботического, алгоритмизированного поведения, чем боты. Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд? Этот тренд, он есть давно, и, как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были… То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас в связи с распространением больших языковых моделей это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями. То есть в области видео, аудиогенерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и далее. Ну, в общем, модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в Долинин, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в Долинин, но и Китае, и Россия, и другие большие страны сейчас участвуют, начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных, сейчас самых важных направлений стратегических. А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта? Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот, занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину выйдут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Ну, это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидание сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидание намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то, создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается и остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. То есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. Мы обмениваемся короткими сообщениями, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, нет глубокой связи. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность продолжительной жизни. И где-то 12 лет назад стэнфордские ученые проводили эксперимент, когда они дали возможность четырем группам пользователей общаться с ботами и людьми. При этом темами общения было либо emotional disclosure, либо factual disclosure. Emotional disclosure – это эмоциональное общение на глубокие, важные, экзистенциальные темы, а factual – это просто обсуждение каких-то технических вопросов, там, что поел, чем занимаешься, что купил, какие вопросы на работе и так далее. И вот любопытное было открытие. Открытие было такое. Общение с ботами, которое предполагало эмоциональный контакт или эмоциональную связь, оказалось самым продуктивным на долгосрочной перспективе. Возникает вопрос, почему с ботом нам хотелось обсуждать вот эти личные эмоциональные какие-то вопросы. Казалось, что с ботами люди не боятся раскрывать, потому что бот не заинтересован как-то использовать или манипулировать этой информацией. Если бот настроен на то, чтобы просто поддерживать и оказывать эмоциональную поддержку пользователю, собеседнику, то общение с ним является более безопасным, чем с обычным человеком. Мне кажется, что вот эта история приведет еще к большему количеству одиноких людей, потому что он, пообщавшись с ботом, получил нужную дозу дофамина и на этом успокоился. Так. И все. А зачем ему общаться с реальными людьми, если он может пообщаться с ботом? То есть, мне кажется, еще... Ну вот, значит, ты говоришь, нет общения с реальными людьми. Ну вот, видишь, ты говоришь слово «реальное». А чем боты нереальны? Вот. Или нереальные люди? Что? Ну, можешь сказать, у них там нет, например, способности обниматься или нет способности с ними там завести детей. Ну окей, это часть общения. Ну, это не значит, что это общение не может удовлетворить другие потребности. Ведь потребность быть выслушанным – это не менее важная потребность, чем обладать физическим контактом. И это реальная потребность. И удовлетворение ее тоже реальное. Вопрос, что такое реальное? Вот есть, ну, есть Луи Виттон, да, он есть реальный, а есть подделка. Тут понятно почему. Потому что Луи Виттон – это что-то, что реальность определяется, кем это произведено. Ну вот если произведено Луи Виттоном, то типа это реальный Луи Виттон. Или, например, картина Леонардо да Винчи. Она реальная, только если ее сделал Леонардо да Винчи. А вот общение, оно реальное тогда, когда оно кем-то конкретно произведено. Ну, человеком. Нам кажется, что люди – это что-то очень особенное и важное. И контакт именно с людьми важен. На самом деле наши поступки, возможно, на 100% продиктованы средой и воспитанием и обстоятельствами. Вот есть такой знаменитый Стэнфордский Prison Experiment, когда группу людей предложили, студентов хороших вузов пригласили в университеты, и их разделили на две группы – на группу тюремщиков и заключенных. И они просто описали им какие-то примитивные правила, они должны были там жить 7 дней. За 7 дней вот эта псевдо-тюрьма, у которой были очень простые, очень безопасные, нейтральные правила, превратилась в настоящую тюрьму. И настоящие тюремщики, которые были обычными ребятами из университетов, стали гнобить тех людей, которые были заключенными, хотя те были такими же. То есть какое-то количество вот этих вот обстоятельств приводит нас совершенно к разным поведенческим моделям. Поэтому сказать, что человек и его поведение недетерминированно, мы там как-то сами что-то там, может быть, решаем или нет, на самом деле 80% или 60% определяется nature, остальное определяется nurture. Nature – это природа, это гены на самом деле, которые поддерживают нас в то поведение, которое выгодно для размножения генов. И nurture – это частично что-то, что продиктовано тоже развитием генов, а второе – это поддерживается развитием мемов. Мемы – это что-то, какие-то идеи и так далее, которые тоже склонны к размножению. И вот между nature и nurture – это два основных детерминатора нашего поведения. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой главный технологический обман или иллюзия существует в последних лет? Что, по твоему мнению, где нас больше всего обманывают с точки зрения технологии? Если честно, я считаю, что социальные сети – это большой обман. Вот если так глобально, то я считаю, что самый большой обман произошел с социальными сетями. И нам представили бесплатные бизнес-модели, где никто ничего не платит ни за что. Второе – нам представили бизнес-модели, которые как бы помогают нам установить те самые социальные связи. Мне кажется, оба тезиса неверные. Точнее, оба тезиса ложные. Во-первых, социальные связи в социальных сетях не устанавливаются. Они в лучшем случае поддерживаются, а на самом деле, скорее всего, дегенерируют. То есть они превращаются в какой-то поверхностный контакт. В основном люди наблюдают друг за другом с тем, чтобы что-то не упустить в своей жизни. Жизнь превращается фактически в фотоальбом, где ты пытаешься хоть как-то противостоять тем красивым картинкам, которые ты видишь из стороны. А вторая вещь – это то, что продукт бесплатный, кажется, ты за него не платишь. На самом деле, ты платишь самым ценным, что в жизни есть, это твое время. И все эти продукты настроены на основную метрику. Это время, которое пользователь проводит в сети. Есть всякие попытки ограничить и в айфонах, и в инстаграме. Есть какие-то попытки ограничить время пользователя. На самом деле, все эти приложения нацелены на то, чтобы забрать у пользователя самый ценный ресурс, который у нас сейчас есть. Пока мы не разработали цифровое бессмертие, часы, время жизни – это самое дорогое, что у нас есть. И это у нас забирается и продается. А продается это адвентайзерам, рекламным брендам, продуктам, которые это время выкупают. Причем они очень точно могут таргетировать тебя, они очень точно понимают твое предпочтение. Поэтому социальные сети, с моей точки зрения, это шаг с точки зрения технологического прогресса очень большой вперед. А с точки зрения качества жизни человеческого, уровня человеческой жизни – это шаг большой назад. Знаешь, когда-то была агрореволюция, когда сначала человеческое общество существовало как общество охотников и собирателей. Люди, в общем-то, жили небольшими группами. У них были периоды, когда им сложно было там найти еду, но большая часть жизни… Во-первых, у них был очень диверсифицированный образ жизни, они не жили на одном месте, они путешествовали, у них было разнообразное питание, они не конкурировали так остро, потому что они могли собраться большой группой. Когда появилось земледелие, вроде как все улучшилось, но одновременно возникла колоссальная зависимость от природы, потому что сегодня засуха, завтра дождь, и одновременно увеличилась огромная конкуренция за труд. Люди стали работать, скорее всего, в 3-4 раза больше. И вот этот прогресс земледельческой революции, он, с одной стороны, хорош, технологически это действительно шаг вперед, и шаг вперед с точки зрения распространения генов, но, с другой стороны, это шаг назад в плане качества жизни. Я считаю, что здесь можно сравнить с этим социальные сети, они тоже шаг вперед в чем-то, но в качестве жизни мы потеряли. Дмитрий, отдельным блоком хотелось бы поговорить про свободу воли. Это одна из тем, которая входит в твою сферу научных интересов. Можешь с простым словом объяснить, что это такое? Свобода воли – это способность человека самостоятельно принимать решения и иметь альтернативы, как действовать. Вот это основные два принципа, которые предполагаются при наличии свободы воли. И проблема, которая возникает здесь, она связана с тем, что представление о свободе воли несовместимо с детерминизмом. А детерминизм – это тоже очень важное представление о том, что все события в мире имеют физические причины. Ну, физические или генетические, или психологические и так далее. Философы пытаются решить, как совместить свободу воли и детерминизм. Некоторым удается это сделать, некоторые считают, что это сделать невозможно. Ну, некоторые ученые считают, что это там, что заведомо попытка неудачна, невозможна. Вот, например, есть такой Сэм Харрис, известный ученый или популяризатор науки, и который считает, что очевидно совершенно, что детерминизм несовместим с свободой воли, значит, люди никак не определяют сами свои действия, не имеют альтернатив, и значит, свободой воли не обладают. Ну, а есть множество философов, и, кстати, большинство, которые считают, что свобода воли и детерминизм очень неплохо сочетаются между собой. Как ты считаешь, вот верить в свободу полезно или опасно для человека, и особенно в мире, где эту свободу максимально пытаются ограничить? Я даже не считаю, у этого есть исследования. Есть много исследований, подтверждающих о том, что убеждение в свободе воли, оно влияет на то, что человек прикладывает больше усилий. По-моему, одно из таких известных исследований было, когда двум группам студентов давали перед выполнением тестового задания прочитать разные тексты. Первый текст содержал утверждение о наличии свободы у человека и самоидентификации. Там было написано, что вы сами принимаете решения о своей жизни, вы можете преуспеть, можете, если ничего не будете делать, ничего не сделать и так далее. А второй текст был как раз про физику и говорил о том, что вот физика детерминирует все наши поступки, вот генетический детерминизм, психологический детерминизм, или Бог, например, может нам запрограммировать путь, и вот мы идем по нему. И вот интересно, просто прочтение текста, даже я могу прочитать текст в нем не быть убежденным в его аргументах. Так вот, после прочтения текста о свободе воли, о наличии свободы воли, общая оценка на тестовую работу была выше, чем после прочтения текста о том, что все наши действия детерминированы. В общем, если настроиться на то, просто мыслить так, что да, есть детерминизм, но при этом мы свободны, если такую ментальную модель использовать, то мы просто более эффективно можем выполнять какие-то действия, можем больше сил прикладывать к достижению своих целей, больше попыток использовать. В общем, убеждение в свободе воли – это просто еще и полезная штука. Ну как таблетки. Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит, я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы? Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика – классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать, окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. И будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение. Статистика работает потому, что мы работаем… Это, в принципе, статистика настроена на большие регулярности. Ну регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это мою личную свободу-то не ограничено. Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная? Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну вот так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием совместно. То есть сознание есть у индивида. Помимо этого нет центра принятия решений каких-то и нет апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли я свобода воли у всех технологических предпринимателей. Вот как у группы людей. Не знаю. Один из интересных фактов о тебе – ты и философ, и недавний участник рейтинга «Богатейших Форбс». И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ? Для меня бизнес и философия и наука в принципе – это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. В какой-то момент я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новое что-то, новую бизнес-модель, ощущение неудачи преследует тебе большую часть времени. Ну, то есть если цель – построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. В общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основное, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше получать стресса и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс исследования. Для меня в этом отношении философия была направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны. Ну, то есть, по твоему мнению, философия в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история, больше про поговорить. Ну, это философия вообще… Представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, а, это, наверное, Платон, Аристотель, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так. Это действительно часть философии, но это историческая часть. Ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, значительное, может быть, в развитии науки. Но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философия тоже… Философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну, вот есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов – о природе и сознании. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, каких-то явлений. Есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают таких внутренних переживаний. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики. Как тебе кажется, в какой момент философия становится прикладной? Ну, этика, например, это абсолютно прикладное направление. Вот этика – это направление философии, которое изучает правила и принципы поведения. То есть мы каждый день и в бизнесе, и в жизни сталкиваемся с решениями. Например, обманывать или не обманывать. Даже иногда бывают ситуации, когда вроде как обман способствует благу какому-то, но все равно это, в общем, как-то негативное действие. Или мы выбираем между двумя вариантами, оба из которых плохие. Или нам приходится делать выбор в пользу либо близкого человека, или нескольких людей, но неизвестных нам. Например, очень сейчас актуальный вопрос по этике. Это вопрос, создают же автомобили автоуправляемые, автопилоты. И, например, у создателей автомобилей возникает вопрос. Вот, предположим, автомобиль попадает в аварию, попадает в ситуацию, когда неизбежно столкновение. Есть два варианта – либо спасти, например, водителя, либо спасти трех человек, которые находятся на остановке. Вот этот выбор мы должны как-то спрогнозировать и запрограммировать, чтобы автомобиль сделал что-то лучшее из возможного. Речь идет, конечно, о тех случаях, когда избежать катастрофы невозможно. Или, например, у нас возникают сейчас уже вопросы об отношении к искусственному интеллекту. То есть люди сейчас в основном относятся к ботам как к инструментам. Но боты очень сильно прогрессируют за последнее время с появлением трансформеров и вообще ботов, которые больше демонстрируют так называемое агентское поведение. С появлением таких ботов возникает уже прикладной вопрос о том, имеем ли мы право относиться к этим ботам как к инструменту, или мы должны учитывать, например, интересы. Можем ли мы взять просто и выключить боты из розетки в любой момент? Сможем ли мы это, имеем ли мы право это сделать? Сейчас довольно много специалистов по искусственному интеллекту говорят так называемой близости сингулярности. Сингулярность – это такой момент, когда развитие искусственного интеллекта будет проходить в единицу времени, получение знаний будет почти бесконечно. Или есть еще определение сингулярности, как моменты, когда искусственный интеллект будет самообучаться и его способности будут намного превышать человеческие. В общем, кажется, что такая реальность вполне возможна. Перспектива этого может быть далеко не за горизонтами – 10, 20, 30 лет. Нужно, конечно, сказать, что вообще такие оптимизмы он был и раньше, там приблизительно в 60-х, 70-х годах, когда только появлялись различные модели искусственного интеллекта, было очень много оптимизма. Говорили о том, что там 2-3 года и искусственный интеллект сможет полностью заменить человеческий. Ну вот мы знаем, что с 70-х годов прошло очень много этапов, и вот так называемые зимы искусственного интеллекта проходили, то есть оптимизм сменялся на пессимизм, сталкивались с естественными ограничениями. Но сейчас кажется, что ситуация гораздо ближе к прорыву. Собственно, он и произошел, вот как я сказал, с моделями в так называемом Natural Language Processing, с языковыми, большими языковыми моделями. И сейчас очень возможно, что боты пройдут тест Тьюринга, или могут проходить тест Тьюринга. Тест Тьюринга – это тест, который показывает, что бот может поддерживать разговор не хуже, чем обычный человек. В 2017 году ты с коллегами проводил научный опрос, о чем думают российские философы. Вот можешь ли ты сейчас сформулировать несколько тезисов, о чем же все-таки они думают спустя 7 лет? Мы, по-моему, оценивали, исследование было не о чем они вообще думают, а что они думают под принципиальным вопросом философии. То есть там была более точная формулировка. Дело в том, что еще пораньше, лет 15-20 назад, Дэвид Чалмерс, один из ведущих американских аналитических философов, проводил такой опрос по мировым философам. Мы попытались с коллегами в Центре исследования сознания провести свой опрос о мнениях российских философов. Там были вопросы о теориях сознания, что такое сознание и как оно связано с состоянием мозга. Там были вопросы о существовании Бога, там были вопросы о существовании свободы воли и так далее и тому подобное. Я не очень точно помню результаты, но мне кажется, что российская философия в целом тогда не очень сильно отличалась от мировой философии. И позиции, например, большинство философов как на Западе, так и в России отрицают существование души. Также большинство философов считают, что сознание – это просто состояние мозга. Также большинство философов считает, что свобода воли существует вне зависимости от детерминизма. Вот эти позиции, мне кажется, более-менее согласовывались между российской философией и западной. Ну, вообще российская философия чуть-чуть более разношерстная. То есть, например, американская, английская философия, это вот аналитическая, она более единообразная, единородная. А российская философия в силу того, что мы на пересечении Азии, Европы и Америки, она у нас стала более разношерстной, разнообразной. Может быть, позиций чуть больше разных просто. Но в целом я не думаю, что существует российская философия, американская философия и какая-то еще. Вообще существует просто качественная философия и некачественная. Могу сказать следующее. В аналитической философии наука и философия довольно тесно интегрировались. Вот это, наверное, не изменение за последние 10 лет, это, наверное, изменение за последние 30 лет или 40. В какой-то момент философия абстрагировалась, и где-то в середине XX века философы занимались больше логикой и философией языка, отдельное направление. Этим они были близки с лингвистами отчасти, но в основном философия была не так включена в научный прогресс. А сейчас философия очень сильно интегрирована и с нейрофилософией, и с когнитивистикой, и с исследованиями искусственного интеллекта. В общем, сейчас философия, как мне кажется, находится в здоровой компании. Потому что не то, что я не люблю лингвистов, но в целом вот это отделение философии от других дисциплин, как мне кажется, это тупиковое направление. И сейчас вот этого нету, мне кажется, сейчас... Ну, еще раз, я говорю в основном, я не специалист вообще по философии. Вообще таких специалистов, наверное, нету, но вообще вот я занимался конкретно метафизикой, конкретно аналитической традицией. Это вот специализированная область. Можете кратко описать эволюцию философии в России? Ну, это надо, наверное, спрашивать у философов, которые занимаются русской философией. Я не так много ими занимался. От Соловьева, Бердяева, Ильина. Я, конечно, читал какие-то работы, но это не область моей специализации. Я могу сказать, наверное, очень глобально. Я прямо переживаю, что из передачи послушают мои коллеги из философского факультета, который занимается русской философией, потом меня проклянут. Но на самом деле русская философия в большей степени была религиозной, направленной на, ну, как-то связанной с православием, ну, и вообще с религией она более тесно была связана. Вот. А потом был длинный период, когда философия в России была, точнее, в Советском Союзе была сменена на марксизм-ленинизм, занимались Кигелем, Фейербахом и Марксом, и еще немножко Лениным. Вот. Это была довольно специализированная, но это сложно назвать в философии, это скорее идеологическая подготовка. Вот. Потом в 70-е, 80-е вдруг все это лопнуло, и в российскую философию хлынули со всех сторон разные направления, и континентальная философия стала присутствовать, и восточные разные традиции стали. Вот. Единственные, кто стояли крепко, это были логики, которые в России и в Советском Союзе всегда были сильные, они отдельно пили водку на кафедре и никогда не перемешивались, как мне кажется, со сторонниками разных идеологий, их не трогали, потому что что они делали? Там логика продикатов, там математическая логика, это сложные вещи, их никто не трогал. Вот. И они жили всегда хорошо, достаточно, двигались вперед в плане изучения механизмов правильного мышления. Сейчас, я не знаю, что происходит, прямо сейчас, это последние пять лет, я не очень хорошо знаю, что происходит в российской философии. Я думаю, что нам удалось, с моим коллегой, с ее ментором, удалось продвинуть российскую философию ближе к аналитической философии, той ветви, которая, мне кажется, наиболее перспективной. Вот. Ну, возможно, будут какие-то откаты обратно. Не знаю, что будет происходить. Довольно любопытно. В одном из интервью ты говорил, цитата, «Чтобы оценить успех человека, надо спросить, а нравится ли ему то, о чем он думает в течение дня?» Вот о чем ты думаешь в течение дня? Ну, я даже ночью, думаю, сегодня проснулся в три часа ночи, не мог заснуть, потому что чувствую, я думал о том, что я в лабиринте, в этом лабиринте миллион ходов, какие-то из них я попробовал, какие-то нет, и у меня не получается найти выхода. Вот это такое сейчас у меня ощущение, когда строишь новый бизнес, что ты в бесконечной гонке, причем время, как песочные часы, утекает, а ты вот не знаешь, мечешься один, другой. Я думаю о альтернативах, о решениях, которые трудные бывают, пытаюсь решить между пивотом и сохранением существующей бизнес-модели, думаю об увеличении инвестиций или сохранении линн-стартап, я думаю об увольнениях и найме, я думаю о свободе воли и о том, что у меня практически не в воскресенье, не в субботу нет свободного часа. Я думаю, почему у меня не получается пассажа в Бетхоине сыграть, но это, думаю, почему комету не вся было увидеть, ну во многих вещах, но если честно, я не, я могу сказать, что я счастлив и живу так, как я хотел бы жить. Я точно не хотел бы жить как-то иначе. Возможно, потому что тоже была какая, в какое-то время была цель чувствовать себя хорошо, я думал, что надо быть счастливым и стремиться к счастью. Под счастьем я подразумевал какое-то приятное ощущение себя. Еще я думал сначала, что это просто такая радость, веселье, потом я думал, ну это состояние покоя и беззаботности какой-то. А потом я для себя понял, что, наверное, для меня вот эти позитивные эмоции, чередующиеся, не являются большой ценностью. Для меня важно осмысленность и вот очень много негативных эмоций, которые ведут к росту. Очень много разочарований, очень много колебаний, вот эти неизвестности. Но это все все равно, это что-то, что составляет... Ну, короче, я когда говорил о вечной жизни, говорил, что мне бы неинтересно было все знать. Ну, вот хорошо, что я не все знаю. Хорошо, что я не знаю, как правильно. Ну, окей. Я сделаю тот самый свободный выбор, я буду решать, мучиться там. В общем, да, вот есть такой философ Роберт Кейн, он сформулировал свободу воли как способность принимать так называемые self-forming actions, действия, которые формируют личность. Так вот, я думаю, что это болезненные действия, но я точно, у меня их в жизни очень много, я их принимаю, и да, об этих, о вариантах таких действий я думаю очень много. Это больно периодически, это тяжело периодически, но, блин, а кто обещал, что будет все слишком красиво и весело? Мне никто не обещал. В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате БЛИЦ. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первичное, бытие или сознание? Бытие. Можно ли воспринимать что-нибудь объективно? Нет. Существует ли Бог? Нет. Есть ли жизнь после смерти? Может быть. Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих? Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, это точно можно. общество идет по пути прогресса? Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально все, что мы наблюдаем, можем наблюдать, общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбы со смертью. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова